У меня сегодня в гостях Леонид Кулаков, стендап-комик ТНТ, владелец стендап-клуба Патрики и мой отличный приятель. Леня, привет! Да, всем здрасте. Здрасте, а что вы вяленькие такие? Всем привет! Я очень рада тебя видеть. Да, как будто не виделись до этого. Спасибо всем, что собрались. Как прекрасно, что вам во вторник в 16.00 делать. Это восхитительно вообще. Поаплодируйте Оле. Она всегда нервничает очень сильно. Мы с Леней снимаем формат «Тема». И я там имею честь быть экспертом приглашенным и очень люблю с вами болтать на разные темы. Мне кажется, что да, темы, темы. Есть какие-то пересечения между нашими шоу в том плане, что мы поднимаем вопросы важные, да, как мне кажется. Да, мы с Олей обсуждали ксенофобию и стереотипы. И все равно в комментариях написали, что я оконченный. Я не знаю, как это работает, но всегда в одну сторону срабатывает. Ну ладно, признайся, ты же подставляешься под это. Ты же знаешь, что прилетит. Это как я с биополяркой. Сколько мне не будут писать в комментариях, что это биполярка, как будто я не знаю, что это значит. Я буду говорить биополярка и продолжайте исправлять меня в комментариях. А можно пока не начали? Мне интересно. Ну типа я же смотрю, а мужиков много пишут письма. Ты знаешь, в процентном соотношении их стало меньше после того, как ведущая у шоу осталась одна. Это чистая правда, потому что были письма, которые писали вот адресно. Я не знаю, как мужики пишут. Вот я вижу, пацаны в зале есть. Писал письмо сюда? А ты? А у психолога были ли у психотерапевта? Угу. Ты, конечно, смотри чужие письма, зачем им? А чисто по глазам? Ну надо, браток. Сходи. Я понимаю, как это тяжело. Ну, я вот, я до Москвы вообще с психоаналитикой, с психоаналитикой, пока русский язык с психологами не сталкивался. Ну тяжело было. У нас маскулинное общество, может, должен быть вот такой, чтобы еще шрам через все лицо желательно был. Тяжело. Я в Москве к психотерапевту сходил первый раз. Ой, расскажи. Ну, че, а че рассказывать? Я три года здесь живу. Вот Москва за три года меня довела. Это потрясающий город. Я же до этого сколько лет я на Кавказе? Я 20 лет на Кавказе жил. Я родом из Кавказа. Знаю, что чисто визуально нет. Чисто визуально я родом с плакатом «Русский истами бог». Я это знаю вы мне. Но это не то место. Кавказ не то место, где признаются в слабостях совсем. Я там пару раз что-то пробовал пацанам закидывать. У меня то ли депрессия, то ли апатия. Мне там сразу прилетело. Ай, бля. Понятно? Петух. Иди давай отсюда. Я в Москве пошел. Нужно было с агрессией бороться. И в итоге победил. Поэтому вам спасибо. И это у меня сейчас призыв. Я вот год выступаю со стендапом про мужские психологические проблемы, что нам надо бы поскорее идти к терапевтам. Нужно просить помощь, когда она нужна. А она часто нужна. Угадайте, какое чувство стали больше испытывать россияне, в ушедшем в 2021 году? Радость, тревога, спокойствие или агрессия? Правильный ответ. Конечно же, тревога. Как от нее избавиться, это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу. Но тут не все так просто. Просто раз хотеть тревожиться, естественно, не получится. Возникать тревожность может вообще по любому поводу. Это могут быть такие глобальные, экзистенциальные поводы, как страх будущего, страх смерти. Или же это какие-то частные ситуации. Накричал начальник, конфликты с близкими. Все это может вести к тревожному состоянию. Если не решить эту проблему сейчас, то все это может перерасти в тревожное расстройство. А это, кстати, очень распространенное сейчас заболевание. Здесь важно понять первопричину, и тогда, возможно, получится найти выход. У многих не получается. А почему не получается? Потому что мы пытаемся справиться в одиночку. Найдя своего психолога, вы можете кардинально изменить свою жизнь. И больше с такой интенсивностью, которая мешает вам жить, не ощущать тревогу, апатию, одиночество, стресс. Вообще, походы к психологу могут вам помочь скинуть такой существенный груз с плеч, который, собственно, и мешает вам жить. Искать психолога я советую на платформе психологической поддержки сознания. Здесь только психологи со стажем от трех лет, которые подтвердили свое образование. Это очень важно. Начать элементарно. Заполняйте анкету на сайте. Важно еще сказать, что все конфиденциально. Вы заполняете анкету, указываете свою проблему и выбираете дату и время. Познакомиться с психологом можно еще до начала сессии, так как в анкетах всех специалистов есть видео. То есть вы можете посмотреть на этого человека в действии. А если все-таки нужна помощь в выборе, то вы можете написать в WhatsApp или в Telegram, и служба заботы придет вам на помощь. Все решите и выберите вместе консультанта. Перенести занятия или сменить психолога можно бесплатно. А если вам нужна экстренная помощь, то сознание буквально в течение часа организует вам сессию. Многие не решаются, потому что думают, что это очень дорого. В сознании фиксированная демократичная цена. Всего 2450 рублей за сессию. Хотите начать заниматься своим ментальным здоровьем, да все откладываете, как у нас это часто бывает, ну и считайте это знаком. Дарю вам первые две сессии по цене 2150 рублей по промокоду письмо. А чтобы начать менять свою жизнь к лучшему прямо сейчас, переходите по ссылке в описании. Живем с девушкой вместе год. Мне 24, ей 33 года. Но иногда мне кажется, что наоборот. Проблема ее в детских обидах абсолютно на все. 90% созвонов заканчиваются истерикой и отключением разговора. Уже не звоню, ибо опять будет скандал. Что-то ей не понравится и начнется. Теперь ее агрессивное поведение, особенно после алкоголя, а употребляет она почти каждый день, хоть и не крепкие спиртные напитки, но все же. Я же не пью вообще. И характер абсолютно противоположный. Я бы не против ее такого пристрастия. Выбор каждого, если бы не поведение после. Скандалы на ровном месте, высасывание проблемы из пальца, человек сам идет на конфликт непонятно зачем. Хотя ничего не произошло. После долгих уговоров хотя бы согласилась пить таблетки, успокаивающие, антистресс в общем. С алкоголем? А он такой советчик. Хороший, давай, малая, еще на антибиотики тебя посадим, чтобы у тебя печень стуканула. На антидепрессант. Результат был заметен, стала менее агрессивной и раздражительной. Но после отказалась дальше принимать категорически. Если это имеет отношение к проблеме, то ее мать, сейчас ее уже нет, была точно таким же агрессором. Даже хуже. И руку поднимать себе позволяла. Это гены? У моей девушки есть ребенок от брака. Отец его суперспокойный. Никакого негатива. Причем, знаешь, отец ее суперспокойный. Никакой. Как будто, знаешь, что это звучит. У нас с малышом очень теплые отношения. Им занимаюсь полностью я. Читаем, пишем, учим, в кино ездим. А ей это неинтересно. Сколько не уговаривай. Человек прибухивает, конечно. Что ему твое чтение? У нее всегда есть отмазка, что нервов не хватает на все это. В общем-то, это все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, ответите на мои вопросы. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, ответите на мои вопросы. Как бороться с агрессией? Почему и откуда у человека столько негатива? И главное, как это сложится, ну, наверное, скажется на жизнь ребенка в дальнейшем. И что вы думаете? Сталкивались вы с таким? Ему 24. Он взял женщину в 33 с ребенком? Да. Убедительно. Не, ну круто. Что, давайте пацану поаплодируем. Он в тяжелой жизненной ситуации точно. Я не знаю, с агрессивными девушками я сталкивался. Ну вот расскажи. Потому что ты чаще тоже, да? Давай, я дам оглавление. Воткнула нож в ноутбук. Кинулась ножом на меня. Там, по-моему, дело во мне все-таки. Я вот сейчас упоминаю две истории. И, ну, просто регулярно лезла в драку. Выбирай. И как? Выбирай. Это три разные истории. А, это три разные? Три разные истории. Ну что, какую выбираем? Про нож, да? Впечатлил нож? Ну что, за нож голосом. Нож в ноутбук — это восхитительно вообще. Я там перед расставанием, ну как, я когда съезжал, пришлось привязать ее к батарее. Я не знаю, к выключенной. Не переживайте, я не садист конченый. Тоже винишко, винишко, по чуть-чуть, легкие напитки. И ее перещелкивало. Ну, типа, я не знаю, как это у девушек. Может, ты мне потом объяснишь. Я знаю, как у мужиков это включается, когда ты трезвый, нормальный. А по пиане ты такой, ну, еще в ебаный сын сгорит. Вот этот человек, который отслужил во всех войсках. Он на охрану прыгает и в канаве потом спит. Я не знаю, как это у девушек. И вот она, ну, у нас накапливалось раздражение, что-то как-то месяц шел какой-то странный. И вот она, вино, 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 вино. Я уже начал выкупать моменты, когда ей плохо. Ну, когда просто... Такой, я пошел. Я работаю на кухне, сижу, печатаю. Она просто вышла и стоит. Я знаю, как скример, знаете, в фильмах ужасов. Ты такой, я говорю, она исчезнет же, если я не буду обращать внимание, точно испарится. Я что-то печатаю, 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 печатаю. Она такая... И? Чего отвечать на и? Я не знаю, я ничего не ответил. Я говорю, что случилось? И вот так вот нож прямо посреди этого влетает в ноутбук, потому что она успела выпить полторы бутылки вина. Я до сих пор надеюсь, что это она просто не любила Lenovo. Ну, типа у них такая акция была в мою сторону. Ну и все, что-то сорвало. И типа не уделяю ей внимания, постоянно работаю, что-то еще. И там пошли предъявы прямо уже отовсюду. Ну, полетело все, и что у нее в семье происходило. Она беснуется, она вырывается из рук, кидается предметами. Ноутбук я уже забыл. И я вот в тот же день съезжал. Ну, чтобы съехать, потому что она мои вещи выкидывала в окно. Что только не делала, короче. Мне, слава богу, я физически сильный. Ну, типа она была бы чуть-чуть покрепче. Мы выскочили по разам. Но она слабенькая девочка. Я не могу девушку ударить. Я ее просто, я ее держу, говорю, остановись. Она мне шкарябает лицо, как кошка безумная. Я ее в итоге простынью привязал к батарее. Ну, привязал. Она на простынке шипеть начала. Я ждал, что она вот так по стене залезет. В угол на латыни в конце договорит со мной. Там очень смешная концовка была. Я в итоге уже вещи собрал. У меня сумка пробита. Она привязанная. Она просто какие-то вот такие звуки издает. Звонок в дверь. Ну, у нас смежная клетка. Соседка позвонила. Я выхожу. Я думал, сейчас начнется, типа, что ты там делаешь с девушкой. Говнюк. Что-то. Сейчас вызовем сотрудников. Соседка стоит, а я, походу, ну, типа, не первый раз в это встревает. Потому что это ее квартира была. Мы у нее жили. Может, еще в этом проблема, что и Альфонс жирный. И соседка стоит, молчит на меня, смотрит. Я говорю, я все объясню. Она говорит, так, может, вьешь ей уже? Я говорю, я поехал. Давай вы дальше сами разберетесь. И, ну, сейчас я знаю, она замуж вышла. Ну, типа, я так, бывших мониторю периодически. Ну, я должен смотреть, что у меня жизнь лучше, чем у них. Я просто иногда, я смотрю, у них фотка с шашлыков, я пишу, а у меня свой бар в Москве. И все, я заблокировал ее, брат. Такой человечек. Ну, я так и не разгадал, как это побеждать. Ну, типа, вот у меня были три таких абьюзивных отношений. Я не знаю, как правильно говорить. Потом склонения сами наложите там в этих словах. Все, я так и не научил. Я пробовал во всем соглашаться, это вообще к говну приводит. Пробовал спорить, аргументы приводить, ничего не получается. Я вот, кстати, понятия вообще не имею, как это чинить. Особенно прибухивающего человека. Потому что у вас, девочки, у прибухивающих диапазон приключений, еб***ца, широкий. Потому что она трезвая, может, херню какую-то придумать. А тут по пьяни, типа, милая, давай отдохнем, а давай гроб раскопаем. Вдруг там сокровища. Поэтому, я не знаю, с алкашкой, ну, еще и таблетки. Слушай, ну, по мере разбора письма, может быть, станет понятнее, как этот механизм работает. Понятно, что у нас нет ответов. Волшебной палочке панацеи, как исправить девушку, которая шипит у батареи, или которая, собственно, агрессивно реагирует на своего парня, который, в общем, ее выбрал. Нет, она скандалит, насколько мы видим. Но если возвращаться к письму, то действительно абсолютно справедливо то, с чего ты начал, то, с чего ты начал абсолютно справедливо, нафига он ее выбрал. Да, ну, то есть у нас вопрос, что же ты такой хороший, и ты, во-первых, такой хороший, да, и зачем тебе таким хорошим быть. А потом, зачем ты ее выбрал, да, эта девушка там на 11 лет тебя старше. Понятно, что, ну, не такая большая разница в возрасте, но это девять там, да? Ну, хорошо, на девять лет старше, но все равно за эти девять лет приобретается какой-то опыт. Да, ребенок. Особенно в этом возрасте, да, например, ребенок, да. То есть, очевидно, между, ну, то есть у них могут быть разные интересы. То, что ей там не нравится рисовать в кино с детьми ходить, а винишко пить, тоже, в общем-то, понятно. Так он еще в возрасте ребенка, ему еще весело, он с ним на площадке веселится. Нет, это как раз странно, когда 24-летний парень не гуляет, не тусуется, а с ребенком рисует и в кино ходит. Тоже, знаешь, у меня к этому вопрос. Но интересно то, что автор письма нам представляет только свою хорошую часть, да, такую контейнирующую. Что значит контейнирующую? Это готов принять, ну, то есть готов это выдержать, одновременно не рассыпаться и не убежать. Да-да-да, я, кстати, заметил, какой он хорошек, он периодически напоминает. Плюс все агрессивное поведение, особенно после алкоголя, употребляет каждый день. Я же вообще не пью, ей ебать золото. Ну иди попей! Напухайся с ней один раз. Ты где, братан, где, в какую камеру? Дай ей с ней! Разок прям. Водочки тяпните. Все решат. Ну либо по ножовщиной хата сгорела. Увидим эту женщину в 33-х лет с этой прической, блядь. Начиналось все хорошо. Он отправил письмо в чужие письма. Нам там насоветовали, блядь. Вон. Слушай, но если думать про нее, да, немножко хотя бы, хоть письмо написал парень, мы видим, что мать алкоголичка, да, у нее. То есть мы предполагаем, что есть некий средовой аффект. Что такое средовой аффект? Это когда ты учишься отреагировать свои эмоции так же, как отреагируют твои близкие люди. То есть ты из среды берешь это научение, как реагировать на то или иное. Сразу начинать кричать, да, или спокойным голосом выяснять, предлагать диалог, или сразу кидать тарелку в голову. Ты же это где-то видишь, и ты этому учишься. Это есть, в общем-то, среда, да, из которой. И есть такой тест, я думаю, что, может быть, вам будет интересно. Он, тест Треляо, он проводится вот в Треляо, да, смешная фамилия. Откуда, из Лимпопо пришел? Но смысл в том, что там, смысл теста в том, насколько быстрая реакция на стимул. Ну, то есть вот тебе что-то сказали, да, или тебя что-то взбесило, как быстро ты можешь на это отреагировать. И, в принципе, быстрая реакция, это классно, да, то есть она нам помогает в жизни адаптироваться. Вы только так смеялись, я на вас посмотрела, как будто учительница, да, она такая, я не смеюсь, нормально все, я слушаю внимательно. Вот, так, в общем, это круто, когда есть. Но у этого теста есть подтест. И этот подтест заключается в том, что ты испытываешь эмоцию, но тебе нужно ее не отреагировать сразу, и сможешь ли ты удержаться. То есть насколько стимул, да, соответствует реакции. Ну, то есть, понимаешь, да, допустим, тебя обидели или на тебя крикнули, вот ты сможешь не крикнуть в ответ? Вот в чем смысл, да, второй этой части. И вот у меня есть подозрение, что у нее есть быстрая реакция на стимул, что, в принципе, неплохо, но и у нее нет возможности этот стимул удерживать. То есть как только он ей позвонил, что-то не так сказал, да, что-то ей не понравилось, или она выпила бокал, ей там что-то показалось, или у нее в голове перемкнуло, у нее тут же на это реакция. То есть нет вот этого временного гэпа, когда ты можешь эту реакцию обработать и выдать ее в каком-то более социально уподобимом варианте, нежели нож в ноутбук, да, или там нож в тебя. Ну, то есть, что? Не-не-не, мне нравится, как твой взгляд на людей влияет. Я понимаю тебя. Она тоже на меня смотрит и такой, можно, блядь, двигаться вообще? Вот, и мне кажется, что это интересное наблюдение о том, что все по-разному могут, в общем-то, переваривать этот аффект. А суть теста в том, что тебе какой-то триггер закидывают, и ты такой терпишься. Да, да, и смотрят, как ты реагируешь. Быстро, здорово, а можешь не реагировать. Если не можешь не реагировать, то, соответственно, у тебя будут проблемы с взаимоотношениями. И это часто идет как раз из среды. Да, что, ну, то есть, как это в семье. Есть еще такой, я не знаю, сейчас это почти термин, уровень дифференциации в семье. Это когда, как во всей семье, в семейной системе все реагируют. То есть, если все семье на каждое там неудовольство начинали кричать, драться, да, то, соответственно, и тебе это передается. То есть, у тебя нет научения того, что можно как-то по-другому обходиться с этим аффектом. И меня натолкнули эти мысли именно о том, что в скобочках было написано, что мать алкоголичка и агрессор. То есть, мы понимаем, что, ну, как бы у девушки как будто бы не было, ну, возможности научиться как-то по-другому реагировать на это. У меня все больше вопросов к этому типочку. Ну, типа, он выбрал женщину, я 33, у нее ребенок. А я начала прибухать. И он такой, ну, пока жена, пока моя любимая жена. Он узнает, что у нее мать пьет. Он такой, ну, еще удачи стала семья моя будущая. Там отец сидит за убийство. Огонь. Это всегда и хотел. Ну, он же мог задаться вопросами какими-то. Там либо, почему это может быть? Он влюбился в нее так бесконечно сильно? Ну, смотри, сейчас мы до него дойдем. У него тоже должна быть вторичная выгода, да, какая-то от этих отношений. Что мы про нее понимаем? Учитывая, что мы знаем уже про ее первого мужа и про парня, которого она выбрала тоже вторым. Она выбирает кого-то, кто может ее выдержать. Она понимает, ну, то есть она понимает про себя, что она не умеет обрабатывать свой эффект, что она бросается, что она кричит, что она орет. Выдержать это может не каждый. И это должен, ну, то есть этот человек, в общем-то, как мы говорим, с большим контейнером, да, что все ждут там от мамы, да, которая может все выдержать, не разрушиться и не убежать. Вот у нее, собственно, ну, видимо, первый убежал, а этот, в общем-то, пока не собирается, как я понимаю. И тут вопрос в том, что с ней происходит, когда она начинает кричать Если мы подбираемся дальше, что происходит с этим человеком, который агрессирует, кричит Есть два варианта Есть вариант, что человек испытывает вину после этого Это из депрессивной позиции Что вот, я сорвался Но как будто бы это не похоже на эту историю То есть есть ощущение, что она никакой вины не испытывает по этому поводу То есть она не может по-другому И у нее нет вины А алкоголь, он помогает достичь состояния, в котором можно сбрасывать напряжение То есть она подбухивает все время для того, чтобы, собственно, и устраивать эти скандалы Потому что у нее есть напряжение И для того, чтобы его сбрасывать То есть алкоголь для стабильного состояния То есть алкоголь ей помогает разрядиться И тогда она чувствует себя лучше, чем когда-либо Чем трезвой и чем под таблетками Почему в этом случае таблетки не ложатся? Да, они притушают, но это как обезболивающее Они боль глушат, но они не лечат проблему Точно так же и в случае с таким напряжением Которое разрывается аффектом Ты пьешь успокоительные таблетки Условно говоря, все эти мысли до головы не доходят Но напряжение продолжает расти То есть она не становится реактивной Но ей становится еще более невыносимо от этого Поэтому, конечно же, ему со стороны кажется Что препарат вроде помогает И она поспокойнее стала Она категорически от него отказывается Потому что ей нужна разрядка А с этим препаратом она разрядку получить не может У нее остается напряжение Поэтому, соответственно, единственный Как будто возможный шаг Это опять же выпить Получить некую внутреннюю свободу Вот как ты говоришь Вот это вот переклинилось А теперь идем могилу раскапывать И она, значит, может себе позволить В его адрес и в адрес остальных Делать то, что она хочет По-другому у нее не получается Вот то, что я понимаю про нее Ну вот как этот механизм устроен Ну вообще звучало страшно, если честно Вот это Что он ее на таблетке посадил Результат был заметен Стало менее агрессивной Думал, там продолжение будет Потому что легла в кому Ну нельзя же так делать Посадил на пирюлю Я думаю, еще от алкашки сильно зависит Но я алкаш опытный В прошлом Сильно зависит от алкоголя Если она у него Ну прям водку киряет Он же написал, что крепкие алкогольные напитки Она не пьет Так это же Очень относительное понятие, моя золотая Крепость до 100 градусов доходит Поэтому если она такая Ну 73, ну что это Слюна Хотя и 33 она уже в том возрасте Когда у женщины появляется ее наливочка Ба, наливочка На каких-нибудь бруньках уханских В общем тут интересно Как мне кажется Два момента Что можно орать Срываться и скандалить Из двух позиций Когда ты чувствуешь вину после этого Или не чувствуешь вину после этого Я подозреваю, что наша Героиня нашего письма Не чувствует вину У нее есть сильное напряжение И она чувствует облегчение После разрядки А дальше ты можешь Когнитивно всегда подвести Что нервов на вас всех не хватает Достали, ничего не можете Сами сделать Или все Поперек борозды Ну то есть ты можешь подвести Почему? И никакой вины Именно поэтому У меня есть идея Что ей не ложатся таблетки Успокаивающие Потому что ей нужна разрядка Успокаивающие таблетки Ложатся тем У кого есть чувство вины Депрессивным То есть у них появляется Вот это пространство Для того, чтобы подумать А что со мной происходит То есть они успокаивают тебя И ты как-то разбираешься С тем Ну со своими аффектами А тут ситуация посложнения Тут нет вот этой вот вины После ора Нет никакого раскаяния А есть чувство Чувство того, что наконец-то Все стало хорошо Ну во-первых Это вряд ли же долгосрочно И вот во-вторых Мы сейчас в момент натуре С тетей Здравствуйте Правильно обсудили А нет того, что Из-за того, что он сильно младше Она поэтому Несерьезно вообще К нему относится Но она ему Она на него начинает орать Потому что он Как дам ремня сейчас Она на него Начинает орать Потому что он может Это выдержать То есть она Да Она это не зависит Никак не связано С возрастом Просто так получилось Что он ее младше Просто у него есть Действительно Вот эта контейнирующая часть Про которую я говорю Которая способна Принять это Выдержать Не рассыпаться И не убежать А таких людей Очень мало Есть человек Который просто На физическом уровне Не может находиться С тем Кто постоянно орет Скандалит И ты Либо сам от этого рушишься И потом тебя нужно собирать Либо человек просто убегает Либо он вообще говорит Так, спокойно Это не ко мне Это в другую дверь А этот человек И принимает И еще не рушится сам То есть не бегает Там, знаешь В ужасе К себе внимания Не требует Хотя он вроде как Пострадавший В этой ситуации И никуда не девается А продолжает еще Там ухаживать За ее ребенком Переживать Ее устраивает Это То есть она нашла Человека Который В общем-то Может выдерживать Вот эти вот Ее срывы А она без них Не может То, что ей нужно Разряжаться Вот такое Вот у нее Вот так вот У них получилось Но если опять Говорить о нем Возвращаться к нему Потому что письмо Все-таки он написал Хочется автору письма Спросить А для чего Вы такой хороший Да Потому что В общем-то Автор представлен Какой-то очень такой Вот материнской частью И хочется спросить Ну а зачем ты выбрал Взрослую пьющую женщину себе Да Ну как будто Это такие простые вопросы Хочется спросить у него И у Максима Галкина Я должен был Я давно хочу это сказать Не, ну это вроде Как бы простые вопросы На поверхности Но важно себе их задавать Да Потому что он как будто Такой молодец А зачем он Ну то есть Звездочку героя Мы ему не дадим За это Позиция жертвы Тоже кайфовая Чтобы тебя жалели Из этого очень тяжело Выбраться Если тебя окружающие Жалеют Что ты такой Ты очень деловой мужик Который Я вот ее взял И отчим И вот еще У меня ноги нет Но это я сам отрезал Чтобы вы меня Чуть больше жалели Это кайфово Когда тебя все Окружающие жалеют И этим заряжаешься Безусловно Роль жертвы Имеет не последнее место Но он тут спасатель Я не вижу Он скорее рассказывает о том Что с моей стороны Никаких претензий Он не говорит о том Как ему тяжело Что на нем этот ребенок Еще маленький Что это вообще невыносимо Когда она выпивает Он вообще Ее алкоголизм Называется пристрастием Он говорит У каждого свое пристрастие В целом окне Он говорит Что у меня пьющая баба Он говорит У каждого свое пристрастие Она выпивает Но не крепкий Я лично не пью У каждого свое пристрастие Понимаешь Тут я не вижу Совершенно как бы Жертвенной нотки Я вижу Что он спасатель Что он герой Что он готов это выдержать Что он никуда не денется Что он беспокоится о ребенке Он у нас еще пишет А как ребенок вообще В этой среде вырастет А ему 24 года Если человек Берет на себя роль спасателя Причем такого очевидного То есть влезая в какую-то ситуацию Как будто ему не посильную Мы думаем о том Что ему самому Очень нужна помощь Это тот перевертыш Который очень часто случается Люди-спасатели Волонтеры Люди, которые идут Учиться на психологов Психотерапевтов Это люди, которым Очень нужна помощь В первую очередь Самим себе По какой-то причине Они не могут ее запросить По какой-то причине Они не готовы Признаться себе В том, что Вот этот недостаток Настолько велик Что К нему Нужно как-то Вообще обратиться И тогда мы начинаем Помогать другим И так как он Прям тут спасатель Такой как будто По гороскопу У меня идея Что в общем-то Это как в молчании Ягнят Кому ты хочешь помочь Мне и себе Кому нужна помощь На самом деле Парню нужна помощь У него есть Какая-то неудовлетворенность Хочется ему спросить А куда девается Твоя агрессия Так не бывает Мы все живые люди Агрессия Это нормальное Абсолютно Чувство Причем Которое есть И у ребенка С рождения Ведь первое Что у ребенка Появляется Это ярость Да То есть у него У него появляется Ярость Гнев И злость Оно Появляется Органически Само собой Откуда появляется Ярость Ты рождаешься То есть попадаешь В мир Где ты не понимаешь Ничего Ты не можешь Обработать Ни один аффект Ты слышишь звук Ты не понимаешь Про что это Ты видишь свет Ты не понимаешь Про что это Ну то есть абсолютно Психотическая ситуация Абсолютная ярость И беспомощность То есть ты попадаешь В мир где правила, то есть ты даже не можешь вообще это отцифровать. То есть это полнейший ужас и ярость. Это то, что ребенок испытывает первые два месяца. Как говорят, первые два месяца дети не видят, не слышат. Нет, они все видят и слышат, просто они не могут это отцифровывать. Поэтому они никак на это не реагируют. Они просто в ужасе. А через два месяца... Я в Саратове. У меня папа Игорь. Что такое? Вот. А через два месяца ребенок уже начинает дифференцировать. То есть он понимает, что, допустим, громкий хлопок это неприятное что-то, да, а вот этот звук, значит, что сейчас начнется кормление, да, то есть мама... Вот такой. Мама, грудь из лифчика носила. Ну, например, да, ну, то есть и он уже начинает понимать, что типа хорошо, какой звук хороший, какой плохой, да, и поэтому, допустим, там от хлопка он проснется и заплачет, да, от какого-то другого звука он не будет так на него реагировать, ну, то есть это так происходит, потом появляется гнев, потом появляется злость, а радость появляется, что интересно. В 23. Не органически, а от среды, из-за ухода. Ребенок начинает радоваться, когда получает от мамы тепло, молоко, заботу, прикосновение к коже, вот это вызывает радость. Ничего, что рождается без второго человека органически. Радость не вызывает. Реально, вот так, да, все? То есть он все время, что орет, это он мама его потрогала, он такой, ну, так же и есть. Так и есть. Вот, поэтому, понимая это, что это вообще базовые наши чувства, да, агрессия, да, соответственно, относится вот к ярости, к злости, нужно понять, что она есть у каждого, и она заложена базово. И если бы у нас ее не было, то мы бы не смогли выжить ни как вид, да, ни как человек в обществе и вообще в среде. То есть у нас должна быть реакция на стимулы, должен быть гнев, должна быть агрессия, то есть ты должен уметь себя защитить. То есть внутри него тоже все это есть, но это куда-то скрывается. Да, да, но это куда-то отщеплено, то есть, возможно, как вот по нашей любимой проекции, помещено все в нее, весь гнев, вся злость, все с минусом в ней, а я весь такой молодец и, в общем-то, такой спасатель. Но правда в том, что путь спасателя неблагодарный, он полный разочарований и расставаний, потому что если ты спас человека, ну, предположим, да, вот какой-то у нас один случай на 10, да, когда мы кого-то действительно спасли, не будучи психиатром, психотерапевтом, то этот человек от вас уйдет, потому что спасатель не нужен уже, так это работает, тебя поменяют на другого, если тебе как-то удалось человека поддержать, выправить, исправить, ни о какой благодарности речь, нет, благодарность она может быть на словах и в голове, но на чувственный опыт это не передается, если человек остается с тобой из благодарности, это называется насилие, человек уйдет от того, кто его спасет, и поэтому, в общем-то, путь, соответственно, этого спасателя полон разочарований и расставаний, или же он, как 9 из 10, не спасет, потому что, в общем-то, спасти, как мы знаем, другого человека от алкоголизма, от наркомании и от любых деструктивных действий невозможно, да, это делают специалисты, на то это называется аддикцией, это уже пограничный уровень личности, ну, то есть, мы все прекрасно понимаем, что это как бы серьезная история, и фактически спасатели являются костылями этой болезни, да, когда у тебя есть спасатель, всегда есть у тебя откачает, отблевотин и умоет, и, в общем-то, завтра, завтра опять вечером можно накатить, да, а когда этот спасатель пропадает, иногда для того, чтобы человек выбрался, даже из самой сложной ситуации, кажется, часто, знаете, звучит от женщины, я ее оставлю, я его оставлю, он вообще умрет, да, но правда в том, что оставить его, это дать единственный шанс человеку выбраться, потому что пока ты будешь костылем, и пока ты будешь его спасать, он будет продолжать делать то же самое, мы же сами все такие, мы знаем, да, там, я не знаю, напились, загуляли, потом проснулся, вроде живой, вроде к вечеру отошел, сначала первые три часа, ужас, боже, там помню, тут не помню, и вообще, что я делаю с собой, и вообще, я сейчас борюсь за жизнь всем своим организмом, прошел день, тебя все... и как ни в чем не бывало, правда, вообще ничего не откладывается. Легко у вас похмелье проходит. Я недельку лежу, вот такое вот. Блин, это прикольно. Вот, поэтому завершая мысль, да, дать шанс человеку выбраться, это перестать его спасать, дать ему коснуться пальчиками дна, и дальше он может только сам на собственном опыте принять решение, что это проблема, я двигаюсь дальше. Поэтому, повторяюсь, роль спасателя неблагодарна, спасете вас кинут, не спасете, будете разочарованы, и, в общем-то, не выполните свою миссию, вот так вот устроен мир. Я вот сейчас, кстати, понял, во-первых, давайте похлопаем, это круто, я не знал, это... Кинут, ты так в негативном ключе говоришь, я не знаю конкретно эту ситуацию, я вспомнил, что я был ровно в такой же. У меня был запой, типа, я же говорил, я пьющий, профессионал в этом плане, вообще, все расскажу, как с локтя пьется, что угодно могу. И был сильный запой, что-то год, почти. Я с директором в коровке работал, и я прям там жил, я в момент туда переехал. Умылся в раковине, мне все устроило. Ну, с другой стороны, мне кажется, там по-другому никак. Я на вип-комнате сплю, с утра костюм одел, пошел, прекрасно. И что-то там страшное, вообще запой был. И меня вот такая вот барышня-спасательница увезла к себе домой. Я просто проснулся в какой-то момент дома. Я не помню ничего. Завтрак, красиво все, повсюду. И вот она полгода меня в чувства приводила. Я вообще там, Наташа, ты если посмотришь это, ты умница, дай бог тебе здоровья, чтобы все хорошо было. Она полгода меня чинила. Я имя ее первую неделю не знал. Я не спрашивал. Я думаю, может маньячка какая-то бухого человека забрала из караоке. Опыты ставит какие-то. Страшновато, да? Ну, немножко пугающе. Она еще приходит, привет. Ты такой, ага. А ты здравствуйте, тетечка. Но я когда из запоя вышел, она меня когда в порядок привела, я понял, что я чувств не испытываю, ну, типа, никаких. И жизнь ломать человеку не хочу. Я очень по-доброму ушел. Ну, типа, мы сели, погорели. Я говорю, давай ты найдешь себе мужа хорошего. И, типа, будешь с ним, а я буду рядом следить, чтобы тебя никто не обидел. Такая. Наташа, вообще, это если бы она не сказала, я бы и не запомнил. Спасибо тебе большое, Натаха. Попадерите Натахе. Натаха умница. Она меня вытащила. Ну, вот, кстати, да, это пример того, что я говорю, ты благодарен в голове, да, ты, безусловно, это помнишь, и ты как человек выражаешь эту благодарность, но это не передается на чувственный опыт в том смысле, что это не связывает тебя с этим человеком, там, романтическими чувствами или какими-то партнерскими. Это другого рода взаимодействие. Поэтому совершенно верно, когда спасатель выполнил свою миссию, так скажем, он остается этим спасателем, который пойдет спасать кого-то другого, да, если не начнет спасать себя. Поэтому там и Наташей, во всяком случае, в то время, да, мы не знаем, как она сейчас, и автору нашего письма подытожего можно сказать, что, как обычно, все про себя, да, спасать нужно себя, нужно задавать вопросы, где ваша злость, зачем вам быть хорошим, да, недостаточно материала о вашей семье, чтобы предполагать, да, зачем вам быть хорошим спасателем. Возможно, у вас есть идея, что только за это любят, да, только за то, когда ты полезен, когда ты делаешь что-то большее для человека, чем вообще можно было даже подразумевать. А тут я могу сказать всем, кто считает, что любят за то, что спасают, помогают или соответствуют ожиданиям, нет, вы все прекрасны, вы все любимы, просто по факту вашего рождения, не потому, что вы что-то делаете, а каждый на планете достоин любви, и никто не должен страдать. Сейчас птички диснеевские залетят, унесут Олю куда-то. А что делать с типом с этим? Его, ну, что ему нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния? Слушай, ты знаешь, я прям вот искренне верю, что то, что вот мы сейчас разобрали, и то, что вот он слушает это письмо, я очень надеюсь, что вы слушаете это письмо, и он понял, как я вижу, да, устройство жены, он же спрашивает, почему с ней это происходит, как я вижу его роль там, да, и мой призыв к тому, что поверьте мне, больше всех в этой семье нужна помощь вам, поэтому вы стали спасателем, поэтому в этом случае тут не может быть никаких лайфхаков, знаешь, или полезных, вредных советов, есть возможность добро пожаловать в терапию. Можешь набухать его? Ты если в Москве, зайди в бар, стендопатрики, скажи кодовое слово спасатель. И пекилка с пупка, с моего, это и психологическая травма сразу моментально новая. Ну как, приходи, браток, реально, если такая проблема... Ладно, я девушка, мне 24 года. Одна из тем, которая меня сильно волнует, это мои отношения с младшей сестрой, ей 15 лет. Нужно уточнить, что у меня на данный момент низкая самооценка, я себя все время принижаю, что касается и внешности, и реализации себя в чем-либо. Так было не всегда, до 19 лет я была очень дерзкой, бандитка. Общительной, принимала себя, знала, что я симпатичная. Больше общалась с парнями, но держала всех парней на расстоянии, ни с кем не встречалась, хотя пользовалась вниманием у мальчиков. И в возрасте моей сестры, 15, я много общалась с мальчиками, но при этом сейчас я злюсь на нее как раз из-за этого. Я боюсь за нее. В моих глазах она проститутка. И все из этого выходящее. А что из этого выходящее? Проститутка. И все из этого выходящее. Хорошо. Хотя она в общем и целом, тебе Щербаков писал? Домашняя девочка. Молодых людей, про которых бы я знала, таких не было. Так ты ее просто шаболдой назвала? Просто так получается? Почему я считаю ее проституткой? Потому что она одевается, красится, ведет себя вульгарно. Всегда на ресницах, плотном макияже, каблуках. В школу при полном параде, как в ночной клуб. Мы с мамой уже смирились, что она такая. И перестали отговаривать ее так одеваться. Я проводила с ней беседу о том, что я переживаю за нее. Не хочу, чтобы ей было больно, что у нее еще будет много парней. Так это херовое пожелание. Много парней. Она маленькая. Это когда всегда говорят, торопиться не надо, у тебя будет еще много парней. То есть сейчас не надо, а потом у тебя будет много парней. Это же отвратительное пожелание. Мы же понимаем, что у тебя не срастется ни с одним. Их будет до хрена. Как это слышишь? Ну да, много парней. Зачем много? А я слышу, что это как разное, сможешь попробовать? Вы с Амелье с ударами. Да не, ну что, у вас же по легенде, у вас же по легенде всегда три. Я третий. Откуда там много? Ладно, сейчас. Короче, я ей говорю, что у нее еще будет много парней, она маленькая, чтобы у нее сейчас были интимные отношения. Что там происходит в 15 лет? Дело даже не в возрасте. Для меня самая мысль о ней и каких-то парнях меня приводит в невроз, негатив, отвращение по отношению к ней. И я могу с ней не общаться несколько дней на волне отвращения. При общении и отношении с парнями она не рассказывает и скрывает, если ее спрашивают. Вообще, она часто врет. Итог. Меня тревожит, что ее личная жизнь волнует меня. Спасибо. Да что, она конченая сестра. Ну, конченая. как можно простить? Спасатель тоже думаете? А, думаешь, да, она одинокая? Это же всегда один рецепт. Мужика тебе просто надо, нормально. И рожать. Вот это с жиру бесишься, а придатки-то стынут. Еще год и старородящее. Оно тебе надо. На туре, да, мы же всегда вам такие рецепты выдаем. Я не до конца реализовалась. Ну, ради тройню. Иди, продолжай славянский род. Не знаю, да это ужас. У меня есть младший брат, но у меня нет такого момента с ним. Ее вообще плевать, как и что. Проституткой называть свою сестру. Это нормально? Я у вас спрашиваю. Слушай, но у меня ощущение, что у нее произошло какое-то смещение. Видишь, она говорит, что она была уверенная в себе. то есть такая же, как сестра, уверенная, расслабленная. Тут же речь не идет о том, что сестра действительно ведет какой-то пагубный образ жизни, да, что она за нее переживает. Это какие-то ее фантазии исключительно. Может, она в 15 что-то исполнила? Ну, вот ощущение, она пишет, что до 19 я была очень дерзкой. То есть что-то у нее произошло в 19 лет. То есть у нее, как будто бы, ее сексуальность закрылась. Ну, мы можем только гипотезы выстраивать. Ба-ба-ба-ба-ба. Как ставни. Так это работает. Ну, когда, понимаешь, происходит блок на вообще какие-то идеи, связанные с сексуальностью. Не знаю, там, может быть, кто-то к ней там приставал, она чувствует свою вину какой-то стыд, связанный с этим. То есть вот ощущение, что у нее сексуальной жизни нет и быть не может. И теперь у нее все сместилось на сестру. Все фантазии относительно ее. То есть, ну, вот фактически, когда мы видим такую картину, и когда человек нападает на другого, и она пишет, что почему ее личная жизнь волнует меня, потому что ты хочешь сама такую личную жизнь, которую ей придумала. Но по какой-то причине не можешь себе это позволить. Будь то психологическая травма, будь то какие-то постулаты, навязанные родителями, обществом, семьей, там, может быть, церковью. Потому что там, в общем, довольно неплохо впитывается, да, ощущение того, что все это грех, и вообще лучше про это как-то не думать, туда не идти. То есть это может быть, я говорю, как травма развития, как травма приобретенная, да, там, с приставанием или с насилием, или действительно какие-то вот жесткие установки в голове, которые ее, вообще, к ее сексуальности не пропускают. А может быть, и все вместе, да, может быть, какая-то комбинация. Поэтому происходит смещение на сестру, она выдумывает ей, в общем-то, какую-то богатую сексуальную жизнь, которую бы сама хотела, вот, и, в общем-то, называет ее за это проституткой, потому что сама себе этого позволить не может. Это то, как мне видится это письмо. И еще скажу, я когда прочитала это письмо, оно мне прям, вот я его прочитала, оно мне напомнило рассказ Бунина «Легкое дыхание». И там ровно такой же сюжет. Там есть условная зауч в школе и девушка, которая, в общем-то, в процессе оформляется, да, ну, 15 лет, подросток, ну, то есть появляется вторичный, короче, появляется грудь, да, она становится привлекательной для мужчин, сексуально привлекательной, она точно так же, как и, собственно, сестра нашей героини, никак себя поведением не дискредитирует, да, чтобы ее в это ткнуть носом. Она просто открыта к миру, она сексуальна, она расслаблена, да, она приветлива, она получает удовольствие от теплого ветра, который у нее в волосах. И, собственно, эту зауч, которая свою сексуальность, может быть, и не открывала или закрыла давным-давно, она, ее невероятно раздражает, потому что она позволяет себе чувствовать то, что она себе не позволяла всю жизнь, да, то есть она всю жизнь считает, что так себя вести, при этом это же их фантазии, вот так себя вести, как? Кайфовать от жизни, быть открытой, да, а быть открытой, естественно, это и быть сексуальной, ну, то есть отчасти, да, но быть самой собой, открытой в контакте с собой, со своим телом, со своим настроением, с людьми, это, в общем, является частью сексуальности, То есть и сестра, и, собственно, героиня рассказа себе это позволить могут, то, что у них нет вот этих вот заслонов, да, а вот у этих, собственно, у старшей сестры и у заучи этой школы эти преграды есть по какой-то причине, и они страдают от них всю жизнь, они бы тоже хотели такими быть, они бы хотели быть на их месте, но они не могут. И, в общем-то, рассказ Бунина заканчивается тем, что она, в общем, преследует, преследует, ну, как зауч может ученицу, да, всячески притесняет ее, всячески пытается ей показать, что жизнь не сахар, и не надо так улыбаться, да, и с волосами распущенными нам тут ходить, потому что все устроено по-другому. И заканчивается все это несчастным случаем, эта девушка погибает. И гениальность автора, который, в общем-то, вот таким вот рассказом объясняет все, заключается в том, что дальше он нам рассказывает, что всю оставшуюся жизнь эта заучи ходит на ее могилу. Голая. Ну, например. Ну, и смысл в том, что она продолжает жить ее жизнью, даже учитывая, что девушка эта уже умерла. То есть она настолько себя идентифицировала с ней, да, то есть вот эта вот единственная часть ее жизни, которая была, единственная какая-то живая часть вот этой заучи, которая присутствовала, она была в контакте с этой девушкой. Но при этом выражалось это вот в насилии в ее адрес, да, эмоциональном, в агрессии, и которая, в общем-то, не была адресована конкретно в ее адрес, да, то есть она ничего такого не делала. Она просто делала что-то, что не могла себе позволить та. Чувствовала себя так, как не могла себе позволить та. И вот это вот письмо мне показалось очень похожим. То есть автору этого письма хочется сказать, что как будто бы, ну, если вы не обратитесь к себе, да, то вы так и будете продолжать жить жизнью там своей сестры, потом, может, еще кого-то найдете, какой-то другой образ, да, на который вы бы хотели быть похожим. Но вы, как я понимаю, вам 24 года, вы молодая девушка, у вас есть вполне возможность разобраться со всем, что вас заставляет, в общем-то, не думать о себе, не получать удовольствие, а, в общем-то, бомбиться от других людей. Ей по-хорошему стать желанной, ну, кому-то, да, и все это починится? Ты знаешь, когда есть заслоны, вот про которые я говорю, да, вот эта вот закрытая сексуальность, очень трудно быть кому-то желанным. Ну, вот сам скажи, наверняка есть какие-то девушки, которые, ну, вот на нее, ну, то есть не вызывают, как женщина, вообще никакой реакции. Мать. Ну, это я не знаю. В Эдип мы сейчас не пойдем. Ну, я имею в виду, что есть те, которые всем своим видом, да, при том, что она может выглядеть как раз внешне сексуально. И, кстати, такое часто бывает, что внешняя сексуализация предполагает, что нет совершенно внутренней к этому потребности. И женщине достаточно того, что, ну, это такие истерические натуры бывают, что достаточно, что ее все хотят, на нее все смотрят и оборачиваются, но она ни с кем идти не хочет. То есть у нее нет совершенно желания, у нее, то есть прерывается ее желание, ее гештальт закрывается, скажем, таким языком, на моменте, когда она собирает взгляды, собирает там поклонников, валентинки, не знаю, что еще, а дальше и не надо, да. Вот, например, такое. Вот женщина, у которой закрыта сексуальность, то есть она этого не хочет, да, то есть она себе в фантазиях это не может позволить, да, то есть она это проецирует в другую там женщину, девушку, сестру, а, ну, то есть навряд ли она какие-то сексуальные импульсы отправляет мужчинам. Скорее наоборот, да, ты почувствуешь, что воу-воу-воу. А нет того, что они еще могут накручивать, ну, типа, что она одевается вульгарно и все остальное. Ну, то есть она, на самом деле, абсолютно обычная девочка 15-летняя, они ее давят этим, типа, вельветовый свитер, шалава. Я с тобой полностью согласна, что это фантазия. Сандали. Последний раз только вот в порнхабе видео. Слетали, пока там негры заходили. Бедная девочка 15-летняя. Потому что ее 15, это что за возраст? Ну, типа, это какой класс? Беременна в 16, спасибо, что ты спрашиваешь. У нее еще год, она еще держится. Девятый класс, ну, типа, ну, что это такое? Я не знаю, нет, есть... Ну, это подростковый возраст, когда как раз происходит оформление. Смотри, в каждом классе, девятом, есть одни большие сиськи на класс. Они достаются одной. Все остальные обычно выглядят одинаково плохо. У них есть только пенал. Они формируются попозже. Вот у меня до 11 класса был только пенал. Вот. Я еще весила килограмм сорок, по-моему. Если ей повезло, так кайфовать надо, что она красивая. Ну, типа, в 15 лет далеко не все сформированы. Так она и кайфует, тут все сестре не дает покоя. Понимаешь, у нее вот что-то самооценкой случилось. Я бы вот с этой девочкой хотел поговорить, 15-летняя. Познакомиться. Ну, там родители так описаны, она, походу, прям фуфельная. Поэтому давайте пообщаемся. Три года еще и все, взрослая. Я взрослый. Отлично, все. Да не, ну, мне кажется, они надумывают это все. Что нет этого, нет этих флюидов. Она говорит, домашняя. Я не видел ни одной домашней проститутки. Которая бы дома картошку жарила. Я такая, три пятьсот час. Ну, это нас и наталкивает на идею, что это происходит смещение. И сексуализация происходит в глазах ее сестры. Ну, то есть я говорю, что и в этом рассказе девушка описана. Она не делает ничего такого. Она не одета как-то вульгарно. Но при этом она вызывает сексуальное влечение у этой зауч. Ну, то есть что-то в ней. И она это все дорисовывает. Поэтому, ну, возможно, вот у сестры что-то такое. А это же отклонение, представлять секс своей сестры с кем-то? Почему? Все, вопросов нет. Все хорошо. Младший брат, если увидишь, позвони мне. Есть новая общая тема. Слушай, фантазии, да, представление сны – это часть нашей бессознательной жизни. Это все абсолютно прекрасно, и этого не нужно бояться. Если ты что-то представил, о чем-то подумал, о чем-то пофантазировал, это всего лишь часть твоей бессознательной жизни, будь то сексуальной или какой-то другой. То есть о чем угодно можно фантазировать? Легко. Ну, ты тогда поговори чуть-чуть. Так, а что, как помочь? Там кто? Там больше страдает малая. Потому что вот этой 24-летней подружам Бе вообще помогать не хочется. Да нет, страдают, конечно, обе. И так как автор письма, мы всегда обращаемся к автору письма, да, девушка, которой 24 года, это старшая сестра, то ей, конечно, хочется сказать, что... Мужика на Эдисе. Что обратитесь к себе, да, и, наверное, важнее вернуться в тот момент, вот в 19 лет или до 19, что произошло, с этим точно можно разобраться. А вот это вот смещение на сестру, оно точно вам доставляет только неудовольство. Ну вот, чтобы завершить, мы вот это письмо, мы вернемся к началу. То, что сказала, ребята, в любом возрасте обращайтесь к психологу, если есть возможность, это круто, это работает, это высвобождает, и это стоит того, потому что вот такие вот истории можно тянуть всю жизнь и потом ходить на могилу к этому человеку. А можно прожить, а можно попробовать проживать свою жизнь, свои эмоции, свои, в общем, фейерверки, а не жить жизнью другого человека. И никогда не поздно. И нет такого возраста, что я понимаю, что, да, в 24 там вроде как, какие могут быть проблемы в 24, иди гуляй, да, но это так не работает, и нет того возраста, когда стоит обращаться к психологу или не стоит обращаться к психологу. И все мы прекрасно понимаем, чем раньше ты обратишься, да, тем большая вероятность того, что, в общем-то, это как-то проще разрешится. И вообще я хочу сделать комплимент, не знаю, как сказать, новому поколению, 20-летним. Очень круто идут в терапии, даже не снится поколениям старше, да, открытые, абсолютно развиваются, быстро справляются, разбираются, не стесняются того, что можно обратиться. И, в общем, это, так скажем, как минимум конкурентное преимущество. Расскажи про себя, ты же ходил, ты сказал, что ты… Да, у меня пограничное расстройство личности. Тебе диагноз поставили? Да. Но оно у нас практически у всех. Да, это меня и успокоило. Знаете, пограничное расстройство личности? То есть есть идея, что есть невротический уровень, пограничный уровень и психотический уровень. Вот в невротическом уровне находится все здоровье. То есть у тебя может быть на невротическом уровне депрессия, да, у тебя могут быть там и панические атаки на невротическом уровне. То есть, ну, условно говоря, это в пределах нормы клинической, да, Ничего такого из ряда вон. Потом есть пограничный уровень личности. Сюда сразу, я почему говорю, что все мы там есть или будем, ну не все, конечно, я утрирую, сюда относятся все аддикции. Алкоголизм, наркомания, игромания, как это, когда работают-то много, даже не вспомнишь, это как-то быстрее, трудоголизм, все измы, все это находится в пограничном спектре. Сразу скажу про психотические, но мы понимаем, это уже прям... Все измы? Феминизмы какие-нибудь? Присутствуют в списочке? Да, измы, связанные с аддикциями, по-другому, с зависимостями. Есть психотический уровень, это уже вне нормы, это люди, которые госпитализируют, туда мы относим психотиков, психопатов, социопатов, ну то есть не будем сейчас туда углубляться, в общем, а социальные личности, часто лишенные эмпатии, вне контакте с реальностью. Это отдельная история. Что на пограничном уровне происходит? Ничего страшного, если ты находишься на пограничном уровне, вопрос, ну вообще ничего страшного нет, вопрос того, к какому полюсу ты находишь, нет, ну полюса так, неправильно сказала, к какому уровню ты находишься ближе? Ты можешь быть на пограничном ближе к невротическому, а можешь быть на пограничном уже ближе к психотическому. Это уже дальше вопрос диагностики, понимания, что с тобой происходит. В двух словах, чтобы понять, почему аддикции находятся на пограничном, почему это уже вне нормы считается клинической, почему, допустим, алкоголизм уже определяется, допустим, как пограничное. Там это трудно представить, я вам сейчас скажу, может подумайте об этом. Условно говоря, есть картина мира. Представим просто любую картину, вот вывеску чужие письма. Вот когда ты находишься на пограничном уровне, и у тебя какая-нибудь аддикция, что совсем не обязательно, у тебя может быть на пограничном уровне депрессия, ты мир видишь вот так вот. Ну то есть ты не видишь какого-то куска. То есть у тебя нет полной картины, нет целостного представления о том, какой ты, какой мир вокруг тебя, и у тебя есть какое-то слепое пятно. И это делает тебя вот как раз с человеком, который находится на пограничном уровне. И почему там часто аддикции? Потому что они помогают справляться, разряжать аффекты, как в первом письме. Там эта винишка, у нее там не про алкоголизм, у нее про разряд аффекта. И, в общем, все, что сходу знала про програничный уровень, рассказала. Да нет, кайф. Ну у меня алкоголизм был, типа такой, затяжной. Я поэтому с алкашкой борюсь. Ну и агрессия. Я понимаю агрессию практически любую. Я ее прорабатываю сейчас. Вот из-за эмоциональной нестабильности иногда не получалось ее контролировать. И у меня там подрывало. В очень простых ситуациях. И почему, типа... Вот я агрессивных людей бы всех к психологу бы отправил, чтобы понять, что происходит. Потому что агрессию точно нужно лечить с терапевтом. Ну а что ты понял? Ну много было иррациональных убеждений. Ну типа, что человек так не должен поступать. Это вообще не я. Как хочет, так и поступает. Ну типа, вот это было тяжелее всего признать. Ну и там первые приемы тяжелые же были. Психолог же и терапевт не говорит то, что хотелось бы услышать. Вообще, говорите гадости. Мне не нравится вообще. Говорите все плохое. Я пришел такой заряженный гневом и негативом. Пришел. И ты же приходишь не с запросом, что ты такой. Ты приходишь с запросом, что вокруг все такие. И я вот пришел, и мы так говорим. Меня окружают одни агрессивные гондоны вокруг. Она такая, здравствуйте, Леонид. Я говорю, здравствуйте, что по агрессивным гондонам вокруг? Она говорит, Лень, вокруг тебя нет никого агрессивного. Просто ты агрессию внутри себя перекладываешь на окружающую. Я говорю, то есть если я думаю, что человек злодейный, это она говорит, да, это внутри тебя злодейный. Но я вообще вышел не с мыслью, что я исцелен. Я вышел с мыслью, ты сама ты злодейка, пи***ка, блядь. Тоже мне нашлась шарлатанка. Но я потом пришел еще. Ну ты ей сказал, что она сама такая? Да. Вот это и называется контейнер. Это является частью терапевтического процесса, что ты можешь прийти к человеку, сказать, что ты вообще сама такая. Терапевт это выдержит, он не рассыпется, она не расплачется. А главное, что она не убежит в этот момент. И скажет, о, Леонид, с вами я не хочу больше общаться. Хлопнул дверь и ушел. Леш, 12 тысяч прием, она вообще бы никуда не ушла. Она вот так сидела такая, насыпаем алоэ, мне вообще нормально. Это называется контейнер. Да не контейнер я, я худею, успокойтесь. Контейнер. Контейнер. Не, и я благодарен ей. Таня, вообще, что у меня в жизни появилась там вот. Таня терапевт, с которым я работал, что ты появилась, мне какие-то новые приколюхи объясняешь. Это сильно благотворно влияет на жизнь, на спокойствие. Меня это радует. А до этого, ну типа, если письмо писать. Вот у меня была ситуация с бабкой. Ну типа, как объяснить? Короче, вот таких, как я, много. Эмоциональная нестабильность, не контролируя агрессию, это 90% жителей Москвы. Я вот что замечаю, в метро, на Китай-городе, все люди поперебивали бы друг друга. Это агрессия не в этих людях, это агрессия в вас. Ну давай, сейчас мы к злодейке вернемся. Этот. Ну короче, ты когда бежишь куда-то, вот у меня, меня что подрывало. Когда торопишься куда-то по важным делам, по московским каким-то, типа, ну там, собеседование на работу, секс смытая женщина, что-то важное, короче, есть в данную секунду. И в метро бабка передо мной, я не знаю, как так, она всегда в слоумо, блять, она всегда замедляется, блять, это Тесла-мобиль, она идет и гаснет, помню, чисто под спайсом бабулька. И я, я пытаюсь ее обойти первые секунды, я влево, а у бабок, блять, суперспособность еще. Идеально угадывать направление, блять, куда я ее обхожу. Я влево, она влево, я вправо, она вправо, я как внук-аутист. Я не иду, куда бабка, туда я, куда бабка, туда я. И я злиться начинаю сзади нее, я не могу это, ну, не мог, долгое время это, видите, я просто стоял сзади бабки и такой, ха-ха-ха-ха, сука, бабка, сука. А она поворачивается, так меня кто-то звал. И наступает на белые кроссовки. Не смешно. Бабка умерла. Ну, у меня в голове, честно, были моменты, когда я такой, ну все, бабуля. Как в Шерлоке. Первый удар с локтя, выбиваем бабке челюсть, подхватываем, закусываем нос, полка от скандинавской ходьбы, проткнуть ее насквозь. Шаурма, бабка стекает на пол, говорит, помоги. Я говорю, я уже помог, вытер кроссовки и пошел дальше. Но вместо этого всегда выдавал одно и то же. На нее смотрю. Ничего страшного. И через 30 минут бицепс компартовку людям показывают. И вот с этим я и пошел бороться. Запрос был именно такой, потому что, ну ты так, в моменте реально задумался. Я сейчас ударю человека. Я сижу, типа, в метро, на меня человек смотрит и такой, ну все, он мне зла желает, у нас война. Сейчас ты отправишься в Вальхаул. И я вот пошел, чтобы... И по пряне это еще усугублялось. Ну, типа, становилось только хуже. У меня знание есть, как драться. Это еще... Это хуже в квадрате. Ну, типа... Поэтому точно нужно чинить. Когда вот хуже... Короче, есть стереотипы, что спортсмены тупорылые, агрессивные люди. Нет, действующие спортсмены самые спокойные люди на планете. Они никогда в драку не уступят. Хуже всех люди, которые бросили спорт, когда-то им занимались, и сейчас он бухает. И он такой, да я же кличку убил раньше. Он там вот, два года назад когда-то. Уже пузатый. Вот он, он гиперагрессивный. Вот с ними тяжелее всего. Вот их надо лечить. А остальные, остальных можно починить. Вот, вот такое песнецо. Что делать с бабкой? Бабку убивать? Слушай, ну смотри. У нас же не могут быть эмоциями плохими или хорошими, правильно? Агрессия – это часть нашей эмоциональной системы. То есть решить, что я хочу быть не агрессивным. Я надеюсь, ни у кого таких идей нет. Да, в этом зале все прекрасно понимают, что решить, что я хочу быть не агрессивным, но все равно, что решить, что я хочу больше, не знаю, не чувствовать запахи или ничего не видеть. Но это такая же часть твоей системы, как и, вот там, я не знаю, органы чувств. То есть агрессию нельзя не испытывать. И это прекрасно, потому что иначе бы мы не могли ступиться за себя. Потом никогда не забываем про сексуальную агрессию. Тоже отказываться от агрессии не советую всем, потому что она… Все-таки это все взаимосвязано. Что там поподробнее? Не, ну это же тоже чувство, оно называется сексуальная агрессия. Ну то есть эта энергия, она имеет один и тот же источник. То есть, возможно, я на бабку не злюсь, а бабулька просто в порядке, корышечка свела меня с ума. Нет, нет, это разные вещи, хотя вариант тоже мне нравится. Я че за шаль внахер? Давай, сканделяй ко мне на своих скандинавских палках, бабка. Ох, отправлю тебя в Скандинавию. Это она сказала. Что за шаль? Я слово секс ни разу сам не произнес. Тут вон одна шалава сестру называет сексуальная агрессия у меня к бабкам. Выйду отсюда явно лучше, чем пришел. Смотри, что мы понимаем про агрессию? Что с ней делать? Три шага мы все знаем, но проговорим в конце. Как наша агрессия видоизменяется, когда мы… Ну, то есть на агрессию уже, не знаю, столетия наложено табу в обществе. Потому что гнев, ярость от людей – это очень страшно. Поэтому есть некая табу, что агрессивный – значит плохой, злой – значит плохой, гневливый – значит плохой. Это, в общем-то, выработано обществом для того, чтобы чувствовать себя безопаснее друг с другом. Вот перегнули, да, дошло до того, что уже как будто бы стыдно подумать, представить, как бабку убил, да. Как будто бы стыдно подумать, что ты вообще ненавидишь особенно какого-нибудь значимого взрослого из своей семьи, да. Вот эти табу на гнев, там, на мать, на отца, там, ну, с сиблингами попроще, их можно презирать, а родители как будто ты сразу в аду сгоришь, если даже подумаешь о том, что вообще достали, да. Как такое можно быть? Вот эти все социальные табу и вот это вот, так скажем, надстройки, они привели к тому, что как будто бы мы должны быть все какими-то кастрированными, да. Вот у меня почему-то сейчас это слово возникло, не агрессивными, не злыми, не способными себя защитить, а вот такими вот невероятно хорошими, контейнирующими, как парень у нас из первого письма, да, вот, который только, в общем, может все принимать. Это не так, конечно, мы все живые люди, это отличная новость, агрессия у нас есть, это прекрасно, другое дело, как мы с ней справляемся, да, это такой же аффект, как мы говорили, как мы, в общем, можем, можем ли мы задержаться на секунду, переработать его и выдать в каком-то другом ключе, или сразу там нам крикнули, а мы сразу в нос, да, в ответ. Ну, это нас делает, в общем, так скажем, психически развитым человеком, когда мы можем переработать, а сразу в нос не дать, потому что еще можно и в ответ получить, это как минимум опасно. Это, короче, я понимаю, дорога проще. Но если подумать, если человек испытывает агрессию, он себе в ней не признается, или там признается, но она социально неуподобима, что мы получаем? Мы получаем, например, высокомерную жалость, это вид агрессии, когда ты говоришь, ой, я понимаю, да, уже столько лет, а не мужа, не детей, это абсолютное проявление агрессии, завернутая в высокомерную жалость, когда ты делаешь вид, что ты к человеку его, типа, жалеешь, или, знаешь, допустим, человек испытывает агрессию к тому, что много работает, да, там, допустим, успешно подходит, ой, совсем загналась, что-то прям по тебе видно, что, наверное, не отдыхаешь совсем. Вот это вид социально уподобимой агрессии. Это какой-то конкретный человек сейчас есть, очень точно так, интонация. Нет, ну просто очень часто, я думаю, что многие слышали, что иногда такой комплимент делают, что хоть стоишь, что падай, вообще не знаешь, как на это отвечать. Ну вот из-за разряд, ты такая молодец, такой уставший, выглядишь, наверное, много работаешь, ну вот это вот все прекрасно, да. И вот сюда как раз, вот в этот блок с высокомерной жалостью относится то, что ты говоришь. Когда нельзя просто признать, что меня это бесит, да меня это бесит, вот нельзя это сказать, приходится говорить что-то нейтральное, типа, это подрывает основы общества, это аморально, это противоестественно. То есть как будто бы нельзя сказать, что тебя просто от чего-то бомбит, нужно обязательно придумать, что вообще в обществе так не принято себя вести, да. Ну то есть ты вот придумываешь какие-то вот эти настройки о том, что это не положено, да, или вот он не должен так, вот как ты говорил, он не должен так думать, он не должен так ходить. Так что, втащите ее в следующий раз, бабульки, только она зафиксировалась медина с локтями, затылок и погнали, мне Оля Кузнецова дала добро, зафиксируйте это где-то там, своих этих юридических. Да нет, короче, не стыдно об этом думать, это нормально. Не стыдно об этом думать и фантазировать, то, что отличает здорового человека от нездорового, что здоровый представил, как на палку от скандинавской ходьбы, короче, с палкой, я уже не знаю, как это назвать, да, но как с локтя, короче, как заехал бабки, представил, да, и внутри еще и усмехнулся, поржал, дальше пошел, это здоровый человек. А нездоровый человек съездил с локтя, усмехнулся и дальше пошел, вот, поэтому фантазия, это прекрасно, как раз давать себе возможность все это представить, как, в общем-то, ты и сделал, это отличный способ. Дальше, быстро идем, какая у нас еще есть? Пассивная агрессия, да, примерно похоже на то, что я описала до этого. Пассивная агрессия, это когда мы, в общем-то, разговариваем с человеком так, чтобы он сам уже захотел уйти и уже сам не хотел, чтобы мы ему ничего не помогали, не приходили, то есть ты ведешь себя таким образом, да, что человек сам уже не хочет ничего. Это вот это, когда ты спрашиваешь, милая, все нормально? Нормально. Ну, наверное, да. Ну, в общем, смысл в том, что ты, типа, хорошенький, но при этом ведешь себя таким образом, что человеку самому уже от тебя ничего не надо, вот это пассивная агрессия называется, то есть ты себя ведешь пассивно-агрессивно, ты как бы, с тебя взятки гладки, а человеку уже от тебя ничего не хочется, потому что ты так себя ведешь. И третье, самое, наверное, неприятное для индивида, это аутоагрессия. Когда агрессию невозможно признать, например, хрестоматийный момент, на мать нельзя злиться, мать нельзя ненавидеть, мать нельзя проклинать, это вообще табу, невозможно, что это за человек, даже в голове, в мыслях или там отца, да, работает. Этот механизм может быть настолько мощный, что включается перевертыш, включается аутоагрессия, невозможно высказать все ей, потому что достало, да, бывает по-разному. Или невозможно все ему высказать, потому что достал, партнеру, допустим, да, ну там, я не знаю, по каким-то причинам ты не можешь сказать, это имбал меня, да. Ты вот это вот должен все это... А что там за слово зашифровало? Зашифровало причем, да. То агрессия поворачивается в свой адрес, тебе нужно ее все равно куда-то девать, поэтому человек начинает заниматься саморазрушением, начиная опять от наших любимых выпить, там, покурить и так далее и тому подобное, заканчивая селф-хармом. Эту тему обсуждали самоповреждениями, деструктивным поведением, перебеганием дороги без пешеходного перехода. И все это происходит на более или менее осознанном уровне. То есть перевертыш включился, аутоагрессия включилась, все, механизм запустился, делаем все, чтобы себя уничтожить, потому что на другого напасть невозможно. И это страшная история, и вот эта вот история часто случается вот из-за этих запретов и табу, когда ты даже представить себе это не можешь, когда ты даже себя ругаешь за то, что ты думаешь про себя плохо, про человека по каким-то причинам, да, это делать нельзя. А, ну, по большому счету нас может бесить любой, да, начиная от родного ребенка, который орет, блин, уже два часа, да, заканчивая там и родителями, которые могут там не, ну, каких-то не оправдывать ожиданий, да, или как-то нарушать границы. Ну, то есть это жизнь, это происходит, да, а табу как будто, знаешь, над всеми эти висят, и поэтому вот это вот может происходить. Поэтому первое, разрешаем себе злиться. Ну, злиться можно, с локтя-то сразу не обязательно, да, мы же все-таки как-то можем. Нет, нет, это мы прошли уже, все хорошо. Злиться. Потом задаем себе вопрос, на кого на самом деле злимся. Да, я говорила, это повторяю, скорее всего, источник этой злости один, какой-то значимый человек в нашей жизни, по какой-то причине ему все это высказать нельзя, причин может быть миллион, сейчас туда не пойдем, поэтому раздаем свою злость как Wi-Fi всем окружающим, потому что ему нельзя. Что делать, если у тебя агрессия, ты тебя человек, допустим, партнер бомбит, ну, тебе нужно с ним выйти в диалог. Выходим на я-высказывание. Когда ты себя так ведешь, я себя чувствую плохо, а не ты, козел, ведешь себя плохо. Не через ты, а через я. Я чувствую себя покинутой, когда ты, там, не знаю, абстрагируешься в середине нашей ссоры, и уходишь, закрываешь дверь. Через я-высказывание людям, у которых есть агрессия, которые знают, что сейчас сорвусь, сейчас вот как понесется, наговорю такого, потом не знаю, что с этим делать. Очень круто пытаться себя перестраивать на я-высказывание, тогда, несмотря на ваш эмоциональный заряд, вам удастся, возможно, донести до человека то, что вы действительно хотите сказать, а не вся та брань, которая летит в этом агрессивном заряде. Очень крутая вещь, если этот человек не близкий, если есть возможность, когда вы понимаете, что этот человек агрессивный, да, или вы понимаете, что вы испытываете агрессию, просто покинуть место. Всегда можно уйти, ребят. Для меня это вообще было открытие недавних лет, что, оказывается, из любого места можно встать и уйти. Мы все свободные люди. И вот это вот неудобно, надо сидеть до конца. Ты в конце концов пришли к психологу, вот вам не заходит, вам плохо, у вас есть чувство носить, такое может быть. Через 15 минут всегда можно сказать, вы знаете, я сейчас поняла, что я не готова. Извините, пожалуйста, да, не надо досиживать свои деньги там. А на самом деле мы досиживаем и деньги, потому что типа неудобно. Ну договорились на 50 минут, ну что, мне сложно. Ну досижу, дотерплю. Ну ничего, что он такая, ну у меня с матерью, конечно, не так плохо, как у вас. Ничего, что вот уже, ну да, какие-то вот эти вещи. Я такой психолог. Вот так тебя слышала. Я и такое слышала. Здорово. Ты же ко мне с историями о неудачных походах к психологу, все в очередь выстраиваются. Поэтому, в общем, нужно это понимать. И, в общем... Я, кстати, нашел, у меня есть универсальные фразы, как уходить. Я тоже для себя... Красиво. Года три назад... Не, очень некрасивый. Года три назад для себя открыл, что вообще необязательно человека дослушивать. Ну в компании есть две. Есть одна помягче, одна погрубее. Которая помягче. Я просто такой, а, мы же не друзья. И запи*** просто по своим делам. А вторая такая, а, я вспомнил, мне ж п***. И пошел. Работает и то, и то. И как, а что сказать? Ну типа, все, такой человек. Говорю, ну мне реально. Ну вообще поливать. Да как будто и обоих этого освобождает. Поэтому в любой непонятной ситуации можно ложиться спать, да. А в любой неприятной ситуации можно просто валить. Безумно можно быть первым. Приоткрыли тему агрессии? Мы все равно не договоримся, поэтому предлагаю заканчивать. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ